В Калининградском музее Мирового океана одним из самых ярких экспонатов является вот эта подводная лодка Буки-413. Подлодки этого типа стали таким же символом холодной войны, как, например, американский самолёт-разведчик У-2 или советские ракеты на Кубе. И что самое интересное, у всех у них есть общая история. В середине 50-х годов основой подводного флота Советского Союза были так называемые «Эски» — средние подводные лодки, которые предназначались в основном для действий в приграничных морях. Но уже к концу десятилетия в состав ВМФ СССР стали поступать большие подводные лодки проекта 641. Благодаря современным конструктивным решениям и материалам эти субмарины обладали большей автономностью, дальностью плавания и глубиной погружения, улучшенным вооружением и условиями обитания экипажа. И так как они предназначались для решения стратегических задач по прерыванию океанских коммуникаций вероятного противника, то лодки этой серии стали строить в большом количестве. Проект оказался весьма удачным, и моряки сразу высоко оценили новый корабль. Они считались секретными, никого туда не пускали, вахта стояла усиленная. Только единственное, мы, штурмана, спустились посмотреть штурманскую рубку. Ну и, конечно, впечатление было потрясающее, потому что если на эсках мы сидели и рисовали свои карты на столике, которые примкнувшие почти к трапу наверх, под люком, где заливало нас, заливали карты, сзади упирающиеся в электрощит, который может и на тебя замкнуть, то тут отдельная каюта даже с диванчиком, автопрокладчик, снаряжение штурманское для радиоапеллигаторов. Всё это, конечно, произвело потрясающее впечатление. Тактико-технические характеристики подводной лодки «Буки-413». Длина — 91,3 метра, ширина — 7,5 метров, средняя осадка — чуть более 5 метров. Водоизмещение подводное — 2475 тонн. Лодка относится к двухкорпусному типу. Толщина прочного корпуса от 22 до 35 миллиметров. Вооружение. Шесть носовых и четыре кормовых 533-мм торпедных аппарата. Боезапас — 22 торпеды. Главная энергетическая установка. Три двухтактных дизельных двигателя мощностью по 2000 л.с. каждый. Два электродвигателя подводного хода мощностью по 1350 л.с. для бортовых валов. Один электродвигатель подводного хода мощностью 2700 л.с. для центрального вала. Один электродвигатель экономического подводного хода мощностью 140 л.с. для центрального вала. Четыре группы аккумуляторных батарей по 112 элементов в каждой. Скорость надводного хода — 17 узлов, подводного — 16. Глубина погружения рабочая — 250 метров. Предельная — 280 метров. Дальность плавания — 30 тысяч миль в надводном положении экономическим 8-узловым ходом. 400 миль в подводном положении со скоростью 2 узла. Автономность плавания — 90 суток. Экипаж — 72 человека. Конечно, корабль был намного более приспособленный для дальних плаваний. Были на каждого отведены места, где люди могли отдохнуть. Офицерские каюты. Не только командира корабля, а каюта была. Было приятно, что в таких условиях можно плавать. Правда, мы не знали еще, в каких условиях будут эти плавания. Основным местом службы подлодок 641-го проекта стал Северный флот. Из баз вблизи Мурманской лодки уходили на боевое дежурство в Северную Атлантику, а также совершали более дальние походы. Эти лодки несли боевую службу практически во всех морях и океанах, хотя они, конечно, строились для умеренных широт. Особенно тяжело было в плавании находиться в южных широтах. 1 октября 1962 года четыре субмарины 69-й бригады подводных лодок Северного флота вышли из базы в Гаджиево. Конечно, высшая степень секретности не удивляла экипаж, ведь в скрытности и заключалась сама суть службы подводников. Однако, если раньше при подготовке к плаванию моряки обычно догадывались о примерном маршруте и цели похода, то в этот раз всё было иначе. Мы не знали, куда идём совершенно, даже отдав прежде концы, и мы проходили Англию, только тогда мы узнали, что мы идём на Кубу. Температура в отсеках в южных широтах доходила, особенно в пятом, шестом электромоторной и дизельной, до 50 до 60 градусов, вплоть до оборочного состояния, до тепловых ударов уличного состава. Отсек, где была поменьше температура, это был первый отсек, где лежат торпеды, 37 градусов. Туда было разрешено всему экипажу, когда они стоят на въятной вахте, идти отдыхать. Они там на торпедах, в трюме, где только можно подпоёмы устраивались. Это носовой торпедный отсек. Сейчас для удобства посетителей здесь оборудовали трап, а раньше его не было, и через тот люк в отсек загружались торпеды. Происходило это вот каким образом. Торпеда длиной 8 метров, целиком она в отсек не помещалась, поэтому в конструкции подводной лодки был предусмотрен специальный люк, куда при погрузке заводился нос торпеды. Когда хвостовая часть уже оказалась в отсеке, торпеду на специальных талях приподнимали, разворачивали и укладывали либо на стеллажи, либо заряжали сразу в торпедные аппараты. При штатной нагрузке в ударном варианте в торпедные аппараты 5-6 и 3-4 загружалась торпеда против надводных кораблей, против противолочные корабли, торпеда, которая 5365K называлась, основная торпеда нашей была. Принцип действия было основан на вертикальном лоцировании килевательной струи корабля цели. При прохождении килевательной струи торпеда обнаружила этот след килевательный, поворачивал его в сторону цели и наводилось по килевательной струе на винто-рулевую группу корабля. Самые нижние 1-2-е торпедные аппараты предназначались для противоложных торпед СЭЦ-65 на самооборону, как правило, или в зависимости от условий поиска для изражения подводных лодок. Но вместо одной из торпед мы ее выгрузили и нам приказали ночью будете загружать другую торпеду. Мы даже не имели представления, что это будет атомная торпеда. В октябре 1962-го четыре подлодки Северного флота с ядерными торпедами в аппаратах, соблюдая полное радиомолчание, направились к берегам Кубы. Еще одним обстоятельством, доказывающим именно боевой характер похода, был приказ добраться до Острова Свободы быстро и скрытно. А это было практически невыполнимо. Ведь чтобы прибыть в заданный район вовремя, требовалось идти с постоянной скоростью 12-15 узлов, что для дизельных лодок 641-го проекта было возможно лишь в надводном положении. И в этом случае лодки будут обнаружены еще на входе в Атлантику. Переход в подводном положении не укладывался в поставленные командованием сроки. Лодка не совсем подводная, она, будем говорить так, ныряющая, что ли. То есть все ограничилось время пребывания под водой, ограничилось емкостью аккумуляторной батареи. Это порядка где-то трех, ну максимум четырех суток. Но на боевой службе обычно нужно было одну треть емкости оставлять на непредвиденные обстоятельства, на встречу с противником и на всякие другие дела. И за это время, в общем-то, тут копился. И мусор копился, и отработанная регенерация. Это все надо было выбрасывать, освобождать отсеки, вентилировать от СО2, от водорода. Когда аккумуляторная батарея заряжается, происходит активное выделение водорода, что взрывопожароопасно. Вот получалось, что через два на третий приходилось бить заряд, сбывать надводное положение. Определять место, опять же, под водой мы этой возможности не имели. Ориентирование подводной лодки, вот этого проекта в частности, в подводном положении, это было ведение исчисления. Навигационная прокладка велась по исчислению. Определили место, погрузились, проложили курс. Лак работает, отсчитывает мили. Достаточно хорошо, в общем-то, получалось. Если подводная лодка находится в надводном положении, или так называемом позиционном, когда она погружена по верхнюю палубу и над водой возвышается лишь лёгкое ограждение рубки, вот оно, кстати, из тонкого металла, то подводной лодкой можно управлять отсюда. И примечательно, что в отличие от других кораблей и судов, где органом управления является знакомый всем и привычный штурвал, здесь для этих целей служит вот эта рукоятка, отклоняется она влево и вправо. А когда поступает команда на срочное погружение, все находящиеся здесь очень быстро ныряют в этот люк и задраивают его. Мой товарищ Юр Могильников говорил так, он задраивал люк, уже воюешь. Сигнал РЛС самолёта. Срочное погружение, уходишь там, полчаса ходишь, потом ты потихонечку начинаешь поглядывать, да. Только начинаешь зарядку, ещё что-нибудь, опять самолётный РЛС. Снова ныряешь. Преодолев все противолодочные рубежи не обнаруженными, 14 октября подводные лодки Северного флота вышли на свои позиции в Саргасовом море, восточнее Багамских островов. Грандиозная операция «Анадырь» по переброске на кубу стратегических ядерных ракет и обслуживающего персонала вошла в свою решающую стадию. События, разворачивавшиеся с середины октября 1962 года в Карибском бассейне, вошли в историю как кубинский ракетный кризис. С 14 октября, когда американский самолёт-разведчик обнаружил на острове свободы позиции советских баллистических ракет, идеологическое противостояние двух сверхдержав обострялось с каждым днём, угрожая перерасти в открытый военный конфликт. США мобилизовали свои вооружённые силы и готовили планы к высадке на кубу. Советские подлодки должны были воспрепятствовать этому и держать американский флот в напряжении. Практически весь Атлантический флот США был брошен на поиск советских субмарин. В Вашингтоне не знали, какого типа это лодки и сколько их находится у кубы. Затаившись на глубине, советские подводники не имели ни малейшего представления о событиях, в центре которых они находились. Ежедневные сеансы связи с Москвой не приносили ответов на волновавшие моряков вопросы. Эфир был заполнен сообщениями, которые только усиливали тревогу и напряжение. Генеральный штат нами руководил, они абсолютно не давали никакой информации. Что интересно, что даже когда вышли авианосцы, было уже больше 20 эсминцев поисковых, и плюс у каждого авианосца эсминцы, авиация висела почти непрерывно в воздухе. Нам ничего не давали по разведобстановке. Если уже сели на хвост и ведут тебя, существуют приборы ГИБ-1 и МГ-34. Выстрелились они из ГИБ-1, так называемые. Это маленький, можно сказать, торпедный аппарат в 7-м отсеке. Выстрелились через это устройство и создавали активные помехи определенные. Пузырьки водорода там, еще там что-то. То есть можно было, прикрываясь этим облаком пузырьком, когда акустик надводного корабля не слышит, можно было уходить, совершать определенные маневры. 27 октября над Кубой был сбит самолет-разведчик У-2. Пилот погиб. Тем временем разведка американских противолодочных сил указывала на присутствие в Саргасовом море не менее 29 субмарин, шесть из которых были подтверждены. Американскому флоту был отдан приказ найти советские подлодки и заставить их всплыть. Любой ценой. Мы оказались с трех сторон зажаты. Ну и после этого мы поняли, что надо это самое попробовать. Затихарились и все. Перешли на эконом-ход. Только горело аварийное освещение. И в акустике работали. Так, больше ничего. Водород на пределе был. К взрыву. Батарея вот-вот могла взорваться. Кислорода дышать практически было нечем. Углекислота уже зашкаливала. Мы поставили единственное в центральном посту приборы для зажигания водорода. Чтобы центральный пост мог соображать. Согласно боевому расписанию, на центральном посту находилось не менее 10 человек по количеству боевых частей и основных систем подводной лодки. Люди здесь стояли вплотную, спина к спине. Здесь работал штурман и командир. Отсюда осуществлялось управление носовыми и кормовыми горизонтальными рулями. А это место оператора систем погружения и всплытия. Как говорят сами подводники, работать здесь — это как играть на пианино. Мало знать предназначение каждого вентиля, так ещё необходимо открывать их вовремя и в необходимой последовательности. Подводная лодка — это объект повышенной опасности. Две стихии — вода и огонь. И между ними жизнь 80 человек. Что страшнее огонь или вода, я для себя до сих пор не решил. Страшно и то, и то. Тем более, что в завтра проставиться деться некуда. Борются все. Во время боевого дежурства все люки-лодки наглухо задраиваются. Это значит, что в случае аварийной ситуации людям, запертым в отсеке, приходится рассчитывать только на свои силы. В каждом отсеке находился необходимый набор инструментов для борьбы с пожаром и затоплением. Системы управления движением, воздушная и энергетическая системы были продублированы. Предусмотрено три пути эвакуации личного состава. В центральном посту, через торпедные аппараты в первом и седьмом отсеках. Также в седьмом отсеке имелся люк, оборудованный площадкой для стыковки со спасательным аппаратом. Через него экипаж мог эвакуироваться и самостоятельно, используя спасательные костюмы. Но все эти системы становятся бесполезными, когда экипаж изнурён жарой, нервным напряжением и теряет сознание от нехватки воздуха. Поэтому, конечно, обстановка в лодке была уже ужасная. И уже когда мы поняли, что у нас осталось воздуха, нет депродувания, балласта, практически на одно всплытие осталось, и командир Любивко принял решение на всплытие. Что нас ждёт наверху, совершенно не знали. Совершенно не знали. Ранним утром 31 октября 1962 года, спустя 34 часа непрерывной игры в кошки-мышки, «Буки-36» всплыла вблизи эсминца «Чарлз Сесил». Корабль навёл на рубку советской субмарины свои орудия, однако залпа не последовала. Это означало, что войны нет. Но игра между советскими подлодками и американским флотом продолжалась. Через двое суток «Буки-36» удалось улизнуть от американского эсминца, который находился всего в 100 метрах от лодки. Флаг стоял там, перископы подняты были, ничего не опускали, они сушились на солнышке, ничего не опускали, так перед тем, как погружаться, чтобы не, как говорится, чем-нибудь их не насторожить. И мы камнем на 25 метров нырнули и ходом под него. И вот там взрывел, начал поиск, но мы с ним распрощались. Экипаж советской субмарины не знал, что буквально два дня назад ракетный кризис благополучно разрешился. Во времена кубинских событий американцы обнаружили и заставили всплыть три советские подводные лодки. Но сколько их еще было развернуто в районе Кубы, они не знали ни тогда, ни на протяжении последующих 30 лет. Как оказалось, это был самый надежный в то время и самый удобный проект, может быть, необходимый в то время для Советского военно-орвского флота. Я на подводной лодке такого проекта прошел три боевых службы. Сдал этого как, наверное, первую любовь. Встречу с подводной лодкой, как сейчас помню, это была суббота, меня хотели в Кронштадт в ремонт затолкать, но я все-таки отбрыкнулся, поскольку приехал первый. Мне повезло, за мной товарищ поехал в Кронштадт на ремонт на два года. И вот меня привели на подводную лодку, представили, там старший помощник лично привел. Как раз была большая приборка, играла музыка. Вот. И так я стал подводником. Лодки 641-го проекта строились с 1958 по 79-й годы. Всего было построено 75 кораблей, 17 из которых поставлялись в Индию, Ливию и Кубу. Подводная лодка Буки-413 была спущена на воду в октябре 68-го года. Во время своего первого дальнего похода летом 1969-го подлодка входила в состав эскадры кораблей, прибывших на Остров Свободы с официальным визитом. Примечательно, что во время этого вояжа лодка проникла в Мексиканский залив в район военного полигона ВМС США, что вызвало бурную реакцию в американской прессе. Возможно, эта акция имела целью напомнить американскому флоту о недавних событиях. С 12 сентября 73-го года по 8 октября 74-го подводная лодка Буки-413 провела свой самый длительный поход 392 дня в море без замены экипажа. Поход проходил в Средиземном море, и во время арабо-израильского конфликта, так называемой «Войны Судного дня», лодка находилась в районе боевых действий. В конце июня 1990-го Буки-413 перешла по Беломоро-Балтийскому каналу и была включена в состав Балтийского флота. В 1999 году подводная лодка Буки-413, прослужив 31 год, была выведена из состава военно-морского флота и передана в музей. Примечательно, что из Кронштадта, место ее последнего базирования, сюда, в Калининград, подлодка дошла своим ходом в надводном положении. И сейчас корабль, главное предназначение которого оставаться скрытным, находится у всех на виду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok